Несколько хератоний совершил глава Среднеазиатского митрополитчего округа в конце прошлого и начале Нового года. Таинство рукоположения в Сан-Дьяко на митрополит Ташкентский узбекистанский Викентий совершил за литургией в Свято-Троицком Никольском монастыре Ташкента, а монашеский постриг состоялся в Свято-Покровской обители города Дустабада. За богослужением, за которым почиталась память святого праведного Семена Верхотурского, молились настоятельницы монастыря Игумии Екатерина Мальгина с сестрами святой обители. После евхаристического канона митрополит Викентий совершил таинство рукоположения в Сан-Дьяко на выпускника Ташкентской духовной семинарии Павла Былина. После литургии владык обратился со своим назидательным словом, рассказывая о жизни святого Уральской земли, праведного Симеона и о том, как он помогает благоговейно чтущим его память. Много есть и болезни, много есть бед, много напастей, много трудностей для жизни. И он готов нам помочь, но он стоит без дела, потому что к нему никто не обращается. Я говорю, что вы приходите? Я готов помочь, а вы не хотите прийти ко мне. Вы в бедах, скорбях, болезни, а ко мне не приходите. Я могу не помочь. Вот такая простота нашего святого. Приходите к нему, Господь, и он вам поможет. А в день памяти святого праведного Ивана Кронштадтского и священномученика Игнатия Богоносца, архипастер совершил божественную литургию в Святопокровском женском монастыре Дустабада. Богослужение было совершено в Нижнем Храме в честь спасания рукотворного. После малого входа и пения тропарей, владыка Викентий совершил монашеский постриг, который сподобились принять две насельницы монастыря, а также двое монастырских трудников из числа мужчин. После службы митрополит Викентий обратился к молящимся, вспоминая Иоанна Кронштадтского, который показал нам пример любви к Богу церковным службам. Вот так все успевал делать за большой промежуток времени между службами, что успевал делать, остальное все оставлял на промысл Божий. И Господь все остальное делал, то, что нужно для Его блага, для Его спасения, спасения людей. Вот и нам с вами нужно полюбить церковь, полюбить церковные службы и постоянно быть на службах, ибо в этом можно соткать для себя то, что ведет нас в Царство Божие, ведет вечную жизнь. Продолжение следует...